Систематика – это раздел биологии, который занимается распределением живых организмов по группам на основе сходства и родства, то есть классификации. Еще древнегреческие философы, изучая живую природу, старались привести свои познания в систему. Аристотель обобщил биологические знания и создал свою классификацию животных. Первая попытка создания систематики растений принадлежит ученику Аристотеля Теофрасту. Он в своей «Естественной истории растений» выделил группы деревьев, кустарников, полукустарников и трав. В каждой группе он различал листопадные и вечно зеленые растения, культурные и дикорастущие, цветущие и не образующие цветков, пищевые, лекарственные и медоносные растения. Классификация Теофраста была искусственной. Группы отражали практическое использование растений человеком, не учитывая естественного сходства между ними. В XVIII веке шведский естествоиспытатель Карл Линней создал лучшую по тем временам систему, но и она была искусственной, потому что в основу классификации он положил не истинное родство организмов, а их внешнее сходство. Линнеем установлено четкое соподчинение между систематическими категориями – царство, класс, порядок, род, вид. Величайшей заслугой Линнея является введение в обиход бинарной номенклатуры, согласно которой каждый вид обозначается двумя латинскими названиями – родовым и видовым. Первую естественную классификацию создал Чарльз Дарвин. В основе его классификации лежала общность происхождения организмов. Современная систематика базируется на эволюционном учении происхождения видов. Основная единица классификации – вид. Близкие виды объединяют в особую группу, называемую родом. Роды относят к одному семейству. Семейства объединяют в отряд или порядок. Отряды – в класс. Классы – в тип для животных и отдел для растений. Типы – в подцарство. Подцарство – в царство. Всего различают четыре царства живой природы – бактерии, грибы, растения и животные. Кроме того, выделяют группу организмов, имеющих неклеточное строение – вирусы. Продолжение следует...